Доброе утро, уважаемые телезрители! Кажется, мы нифига не выспались, и сейчас мы ждем омлета. Леша, ты выспался? Леша не выспался. Мы пришли очень поздно в номер, и так вышло, что интернет только-только начал работать. Поэтому какой там сон? В общем, что можно сказать про отель? С интернетом лажа. То есть он заработал, но как-то слишком поздно. Душ, конечно, катастрофический, потому что там нет никакой ни кабинки. Душ типа дырка, и вода сверху. Много воды, короче говоря. И всегда горячий. И не всегда в эту дырку вода стекает. А так в остальном все нормально, да. В остальном все красиво, чисто, аккуратно. Так что кому интернет не нужен и душ, то супер место. Да. О, как это нормально. Тоже необычный экспириенс. Нас попросили посчитать все, что мы съели самостоятельно. Нам принесли только калькулятор. Говорят, вот вам меню. Считайте сами, сколько вы там должны нам. То есть мы можем сами себя обсчитать, например. Трудотенюшка. Вы идете, платите за гостиницу. А вещи? Вещи спускаете. Все, вводите машину, машину пригоняете сюда. Хорошо. Мы прибыли к храмовому комплексу в Аютая. Это такие большие по площади развалины древние. Не знаю, как это считается, хорошо сохранившись или плохо сохранившись. В общем, развалины обыкновенные. Недалеко здесь проходил какой-то фестиваль. Видимо, по фестивалю хорошо. Потому что вокруг куча грязи, мусора и оборудования, которое только сейчас разбирается. Мы тут немножко уперлись в стену. Но, конечно же, кого может остановить какая-то стена. Тут спокойненько перелазим. И попадаем непосредственно к развалинам. Хотите, поднимемся внутрь вот этой развалины? Вижу, что хотите. Давайте поднимемся. Все это не выглядит очень надежным, поэтому не буду задерживаться здесь. Какие-то экскурсии. Здесь все очень жарко. Просто невероятно. Хочется скорее в машину с кондиционером. Или хотя бы зонтик какой-то. Смешная собачка охраняет голову Будды. А вообще туристов здесь становится все больше и больше. И мне все меньше и меньше хочется здесь оставаться. Прикольный эпизод случился. Вот мы выходим, значит, из этого всего храмового комплекса. Купить водички. И оказывается здесь есть касса. И вход стоит 50 бат. А мы еще такие жалели. Думаем, блин, мы оставили машину не на паркинге, а где-то с другой стороны. Но с другой стороны мы зашли абсолютно свободно. Вообще без всяких касс, турникетов и денег. Так что, ребята, кто хочет сэкономить, просто нужно немножко обойти в сторону этот комплекс. И заходить, пожалуйста, бесплатно. Вскрывают на глазах. Полный, полнехонек. Ложку даже возьми. Спасибо. Первый раз в жизни пью кокос. А где он пить будет? Он не сможет пить его. Сейчас я надо пью немного. А немножко только ты сможешь. Ну и что на вкус? Ну, напоминаешь вонючие носки. Немножко. Ну, такой, знаешь, привкус такой какой-то, что ли, кваса вот даже немножко. Какого-то такого хмеля, пива. Прикольно. Мелон. Билет арбуз. Это зеленое то что? Наверное арбуз. Или дыня. Арбуз, дыня. Я не знаю, это наверное арбуз, а не дыня. Что большая? Двадцать. Двадцать? Один мелон и один коконат. Так, шесть. У меня как раз две двадцатки, а... Мороженое какое-то самодельное. Сыкстит. Ага. Спасибо. Сейчас проверим, стоило ли оно того. Не упадет ли оно с этой палки. Да. Не говори, что-то оно такое-то ненадежное. На арбуз похоже, кстати. А вот на арбуз нифига не похоже. Вот такое. Вот такое. Водянистое, мороженое. Уже можем умыти бы чуть-чуть. Уже дождь чечет. Ужасно. Закатимся на стук-туке. Нас тут какой-то дядька просто подобрал на дороге. Сагитировал прокатиться за двести бат за один час. Ну, во всяком случае, мы еще на стук-туке не ездили. Тут больше для этого. А так, по-моему, уже просто сели в машину и уехали бы отсюда. Мы уже никуда не пошли. А так мы еще немножко, может быть, увидим еще достопримечательностей. А Ютае увидим. Он сейчас будет возить, знаешь, какими-то там полями, лесами. Долгими путями. Надо поехать к тому лежачему пути, я думаю. Да, мне тоже понравилось. Как минимум. Он сейчас какое-то место заведет. Мы его фоткам, а дальше мы выберем, куда следующее ехать. А потом уже покажем давай-давай назад. А ты запомнил время, кстати? У него сейчас хочется, он нас выкинет там, где будем ехать. Он нас заведет куда-то, но вопрос, это не час, а час-два. Водитель тук-тука отвез нас на первое место. Здесь находится, точнее находился вот такой вот огромнейший храм, комплекс. Так это выглядело раньше, так это выглядит сейчас. И сейчас на вход почему-то закрыто это место. Все завязано веревочками какими-то. Видимо ведутся какие-то реставрационные работы. Но мы не планировали заходить, мы сейчас хотим просто быстренько увидеть, что тут еще есть в этом городе. Далеко не все, потому что здесь очень много всяких достопримечательностей. Дальше мы хотим увидеть лежачую статуи Будды. Водитель нашего тук-тука абсолютно не торопится. Едет на какой-то вообще пониженной передаче. Ну, потому что все остальные тук-туки нас спокойненько обгоняют, но мы платим за время, поэтому торопиться нам некуда. Теперь водитель тук-тука завез нас на заправку. Это тоже часть программы. Я думаю тут тоже торопиться незачем, можно заполнить бак полностью, можно тоже помыть тук-тук, сходить в туалет. Минут десять купить здесь можно. Не успели мы выйти из тук-тука, когда подбежали какие-то тетеньки и напарили цветы. Причем мы вообще ничего противоставили. Отдали руки. Тупо всунули цветовые руки, забрали деньги и ушли. Леша говорит, что это плата за вход к Будде, но я не знаю, я часто сомневаюсь. Потому что в таком случае тут бы все были с такими цветочками. Вот это крутизна. И палочки-вонялочки еще какие-то со свечкой. Сегодня в отеле попробуем. Вообще это все Костя начал, он взял цветы. Я лично отказывался. Найдем. Цветчики не ставлю, блин, зато Будде понесу. Ужас. А, это можно видимо ему отправить. Наверное. Это как пожертвование. Это же вещи. Я этого делать не буду, сразу предупреждаю. Почему? Это твоя религия? Мне не позволяют. Не позволяют. А ты что? Это непозволительно. Я вообще крещённый еще с детства, елки-палки. А вот. Тебе позволяют, а почему не позволяют? Потому что я не просто крещённый, я еще и верующий. Так, мы возле гигантской статуи Будды. Оно просто действительно огромное. Тут целое все-таки ритуал нужно. Ну ладно, я ничего не вкладывал. Тут дали кусочек сусального золота, которое надо прилетить на вот этого золотого Будды. Это мне тоже палочки дали. Палочки, вонялочки. Куда их? А куда палочки? Надо куда-то всунуть, да? Ах, полные руки всего. Я воткнул, значит, сюда. О, надеюсь, что все правильно. Точнее, нет, я надеюсь, что все неправильно. Надеюсь, я нарушаю традицию как-то и делаю все наоборот. Натираем свечкой и лепим. Лепим. Все. Я прилепил. Отлично. По-моему, получилось. Теперь здесь есть мой вклад. Точнее. Нет, спасибо. Окей. Только один на 200 рублей. Хороший счастье для тебя. Нет, спасибо. Я не нужна. Я маленький ребенок, 14 лет. Он любит его. Я знаю. Хороший счастье для тебя и счастье для твоей семьи. Слушай, а вообще нельзя не покупать? Для 240, очень cheap. Не пойму, тут какой-то развод. У нас на сувенирчике. Ну а че они прицепились? Я им говорю, не надо, они к мне входят. Я счастливый человек. Ты тоже. Для меня только один, пожалуйста. Хороший счастье для тебя. Нет, извините. Я не нужна. Все, я не беру эту штуку. Я наконец-то от них отвязался. Афиг мне надо эти брелки, да еще за такие деньги. Хороший счастье. Я и так счастливый человек, без всяких брелков. Нет, спасибо. 100 бат? Окей. Ну вот, они сразу мне за 100 предлагают. Сначала с 200, теперь за 100. Она мне говорит, что один, ну один, ну хотя бы один. Он там приносит удачу, 200 бат, все такое. Я уже говорю, все, все. Нет, 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 нет. Она такая, ну 100 бат. С другой стороны, если это перевести на наши рубли или гривны, по большому счету. Ну 50 гривен она мне предлагала. Да. Сразу уже так запарили мозги, что мы вообще забыли сфотографировать, все хотели. Надо же уехать отсюда поскорее. Думаю, блин, да. Мы же сюда приехали не за тем, чтобы покупать сувениры. Хотя вот эти вот двое все-таки не устояли и накупили сувениры. Это в общей сумме на 700 бат где-то. Я удержался. Я не купил ничего. Но мне просто не нужен как бы смысл. Процедура как-то. Если у нас корма, видишь, дочки будут стоить 20 бат. А тут они тут за 200. Так что будьте готовы. Если вы приезжаете к статуе Будды, знайте, на вас сразу же будет наваливаться толпа продавцов всего. И от многого открутиться не получится. Я так понял, что таки обязательная процедура. Купить все эти цветочки, которые нужно положить в Будде. Золото приклеить на маленькую статую и поставить палочки-вонялочки. Так что это программа минимум. Ну, кстати, сколько это стоило? 20 бат за весь этот обряд. Ну и потом сувениры, начиная от 200 бат за один. Если вы будете отказываться, вам предложат подешевле. Так что торговаться нужно. Но причем дешевле раза в два, а то и в три можно. Оказывается, здесь в этих маленьких водоемах водятся огромные ящерицы. Кажется, это вараны такие метровые, полторы метровые. Мы уже видели три штуки. Один по дороге перебегал перед нами, когда мы ехали на тук-туке. И несколько здесь в этой воде. Только мне не удалось успеть снять это на видео, а я сфотографировать успел. У нас есть фрукты. А сколько стоит здесь этот пакетик? 30 бат. Да, вкусненький. Манкетка это хурма. Мы увидели на карте дамбу и решили побывать здесь. Забили GPS-навигатор и вот мы уже здесь. Есть огромная такая дамба с гидроэлектростанцией. Место очень спокойное и возле него почему-то очень много всяких кафешек и прочих заведений. Даже массаж можно сделать. Возможно, это как туристический объект. Хотя непосредственно к дамбе подойти нельзя. Естественно, она охраняется и там турникеты. Мы приехали посмотреть на розовых слонов глянувщих. Надеюсь, нас здесь возьмут немного денег и не сильно будут впаривать брелки. Так тут и кассы-то нет, наверное. Это что, бесплатно получается, что ли? Ты смотри, какая музыка тут играет. Слушай, а еще он сделан такой. Он же такой достаточно плавный, знаешь. Слушайте, этот слон реально огромнейший. Он просто такая огромная игрушка розовая. В голову не укладывается. Он так выглядит гладенько, как будто бы, я не знаю, из пластмассы какой-то сделан. А для того, чтобы у него не отломались руки, здесь такие столбы подпирают их. А рук у слона много. Точнее, и не слон-то это, а некое божество Гануши, что, по сути, является идолом. И еще один. Их тут несколько. И целый ряд каких-то позолоченных Будды. 10 штук. Это, похоже, самый главный Будда. Ему даже сидят по краям человечки, поклоняются. Возле еще одного слона проходит какая-то церемония. Парни ходят вокруг с какими-то штучками непонятными. Здесь играет музыка. Катятся палочки. Ходят монахи вокруг. Причем эти парни явно не похожи на монахов. Видимо, это какой-то обряд, который дает возможность исполниться каким-то желанием. И, ну, очередная чушь. Еще здесь есть памятник какому-то хомяку. Вот так провели обряд. Втыкнули палочки с деньгами. 100 бат, 50 бат. И на этом все закончено. Очень странно, здесь практически нет туристов сейчас, в данный момент. Только мы и вот эти ребята. Неплохая это иванская урна. А это что за птички такие? А еще здесь есть такой бассейн, где вставлены и искусственные, и живые цветы. Также какие-то статуэтки голых девиц. Я точно не помню, как это сочетается с буддистской религией. Но, видимо, как-то сочетается. У нас очередной эксперимент. Мы решили покушать снова придорожной маленькой забегаловки, в которой никто ничего не понимает по-английски. Благо тут лежит на прилавке мясо, на которое мы смогли ткнуть пальчиком. Правда, обед у нас сегодня очень поздний. Сейчас где-то пол шестого вечера. Традиционно заказал том-ян. Попробуем, что мне здесь предложат. Мне принесли порцию том-ян. Почему-то с двумя ложками, возможно, намекают на то, что эта порция не на одного, а на двоих. Хотя я бы показывал один том-ян. Ну, вот две ложки. С виду похоже на тот, который ел во второй день, который мне не понравился. Так что сейчас проверим. Отведаю. Ну, запах уже узнаваемый за жути. Слушай, вот у него уже есть тоже своя изюминка. В нем какое-то чувствуется, как будто бы мясо такое, знаешь, как говядина какая-то. Хотя ее не видно. С таким каким-то дымком. Очень острый. Но мне реально нравится. Вкусная сухая. И я не знаю. Вкусная сухая. И я не знаю, что я помню. Вкусная сухая. Вкусная сухая. Да, спасибо. Это человек, который не умеет сказать нет. А где мой рюкзак? Уже увезли, увезли. Я заметила. Увелец в рюкзак. Одна. Одна. Один в десяток нету? Выходим, выходим. Так, где свет включить? Наверное, вот здесь. Так, а что, не надо вставлять карточку? Да что вы говорите? Я думал, что включить свет, не нужно вставлять карточку. Так, первый экскурс по нашему номере студия. Шкафчик, плита с кастрюльками. Не войдите. Моя даже у вас стоит. Нет у нас. Медоволновка. Тостер. А вот чайник. Так, ванная комната, отлично. И ванна, и унитаз, и душевая кабина, и умывальник. Все просто супер. Чистенько, красивенько. И вкусно пахнет. Холодильник. Большущий холодильник. И полностью пустой. Нет, две бутылки воды есть. Диван, кресор, столик. Столик и стульчики. Телевизор. Аудиосистема с сабвуфером. Фен. Это что такое? Кондишен. И двухспальная кровать. Поздравляю. Ты спишь на диване? На кваль твоя была двухместная? Все, для меня. Все, почистить. Кстати, что такое? Ландрим. Бэги, короче. Если бы пристернуться хочется. О, есть балкон. Ну-ка, ну-ка. Тут огромный кондишен стоит. Вид на речку. Это речка, ты хочешь сказать? Какой-то пустырь. На болото. Да, болото, сверчки. О, тут видно нашу машину. О, кажется, привезли наши вещи. Спасибо. А зачем? А вот туда? Это чтобы не смутить хвостю, что у него нет чаевых. А, я понял. Это хитрый хвост. Хитрый хвост. Так выведение, конечно, забирать сумки. Слушай, хорошо-то как? Почему у нас таких номеров не было раньше? Тут можно жить, реально. Тут просто можно оставаться на неделю шиковать. Так, кто это звонит? А, кто это звонит? Алло? Да. И что там? А, понятно. Мы висим в ресторане отеля. Зависаем. Уже в интернете зависаем. А? Я вот подумаю, поесть какие-нибудь роллы. Если вы посмотрели это видео и вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки и комментарии. Мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на мой канал. Впереди много чего интересного. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...